Внизу у меня бахча. Завязалось арбузов в этом году и дынь много. Несмотря на то, что лето у нас не сильно жаркое, но в теплице им благодать. В сравнительно небольшой теплице у Елены Петровой поместилась целая плантация различных растений. Здесь и помидоры, и огурцы, и перцы, баклажаны. Но особая гордость хозяйки – теплолюбивые арбузы и дыни. В этом году их уродилось столько, что внизу, на земле, им уже не хватает места. Приходится подвязывать их под самой крышей. Вот арбузик у нас в сетке висит, подвешенный, чтобы не оборвало, чтобы держало. Вот уже какой большой вырос. Ждем, пока покраснеет. Внучка ходит, через день проверяет. Как говорит Елена, особого секрета в выращивании этих экзотических для наших северных широт культур нет. Главное – подобрать правильные сорта растений. Купила сорт наш сибирский, посадила. Особого ухода они не требовали. Единственное, что боковые пасынки с дынь и с арбузов я убирала, чтобы сил хватало завязываться плоду в основной плети. Все. Полив раз в две недели. Немножко рыхлило, ничем я их не подкармливала. Ну и вот такой урожай. Спелыми плодами домочатцы Елены лакомятся уже несколько недель. Они говорят, в магазинах таких точно не купишь. Вот эта дынька, хоть небольшая, но у нее такой насыщенно-цветочный аромат и очень яркий медовый вкус. Она отличается, конечно, от тех дынь, которые у нас продают в Венесейске на рынке. Рядом с теплицей на грядках почти круглый год плодоносит гибрид кубники и земляники – купчиха. Варенье из этих душистых ягод уже запасено на всю зиму. Берется килограмм ягоды, очищенной от старожков, и туда кило двести сахару. На ночь стоит с сахаром, дает сок и потом кипятится буквально пять минут. Все, и варенье готово. Елена Петрова не только замечательный садовод, но и признанный автор. Из-под ее пера вышло уже несколько десятков различных произведений. И сейчас автор работает над книгой о послереволюционной истории Несейска. Женщина признается, что приусадебный участок и связанные с ним хлопоты не отвлекают, а наоборот вдохновляют на новое творчество. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Несей, Новости.